Несмотря на свою привлекательность, девушка никого не заинтересовала, ей отдавали должное за ее умственные способности. По этой причине она с головой погрузилась в учебу, не думая о романах. На этом поприще Ольга Жук и достигла больших успехов. Лучшая в школе и университете телеведущая окончила школу с заслуженной золотой медалью и решила поступать в высшее учреждение, специальность выбрала востребованную, экономист. Надо сказать, что и на курсе она проявила себя одной из лучших учениц. По ту сторону голубого экрана Жук казалась в момент прохождения практики. Ей пришлось работать при правительстве столицы, часто соприкасаться с телевидением и СМИ. Именно тогда Ольга решила поступать в школу при ТВ и прошла конкурсный отбор. Телеведущая в кадре родителям не понравилось увлечение дочери телевидением, они считали это несерьезным занятием. Им важно было, чтобы дочь пошла работать по специальности. Но и запретить ей работать ведущей не смогли. Ольга Жук показывала хорошие результаты в работе и когда стала вакантным место телеведущей в программе «Деловая Москва», девушка решила отправиться на кастинг и с успехом прошла конкурс. Ольге очень нравилась своя работа, хоть и не хватало времени на личную жизнь. Но со временем на программе ей не стало хватать места для реализации своих способностей и она решила пройти кастинг на НТВ в программе «Новое утро». На эту передачу она также прошла. Личная жизнь под угрозой. За программой «Новое утро» последовали и другие, не менее успешные проекты. Времени на себя у Ольги Жук практически не осталось. В итоге, в свои 32 года они ни разу не состояло в серьезных отношениях, как и в браке. Между тем, сама телеведущая не считает себя карьеристкой, а также как и многие женщины мечтают о любви, материнстве и крепкой семье. Доброго времени суток, мои дорогие читатели. Ольга родилась в Москве в самой обычной семье и сразу полюбила учебу. Она отлично училась, за что снискала любовь учителей. Однако у мальчиков спросом не пользовалась, они считали ее зубрилой. Вам нравится Ольга, как телеведущая? Поделитесь своим мнением в комментариях. Буду рада.